Болельщиков «Спартак» встречает обновленным. Новый цифровой экран и колонки радуют гостей стадиона. Больше половины времени в первом тайме явного фаворита не было. Ни одна из сторон свои ворота не уступала. И все же счет открыли гости из Москвы. Немного не разобрались. Гол по игре не вытекал. Я считаю, примерно равная игра. Немножко нам надо изменить игру в втором тайме, и мы забьем свой гол. Надо забить второй. В первой половине второго тайма вести продолжали игроки «Сахалинца». Однако чуть позже «Красно-Белые» начали нагонять. Еще бы команда играет дома, а гости из Москвы взяли болельщиков с собой. В общем, поддержка у обоих клубов колоссальная. Новый состав. Ждем, как сыграются. Очень много новичков пришло. Очень много новых пар, новых связок. «Сахалинец» полностью доминирует. Надеюсь, что счет будет больше. Здесь, конечно, положительные моменты, но в команде нужно еще немножко сыграться. Сегодня, конечно, игра не такая яркая. Может быть, есть тоже проблемы, но я надеюсь, все потихоньку наладится. По экспертному мнению болельщиков, «Красно-Белые» поначалу как будто не всегда замечали друг друга на поле. Были проблемы с передачами. Однако в итоге «Спартак» счет сравнял. Сыграли 2-2. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. И 10 человек «Спартак» покинули, на их места пришли новые. Но, как мы можем увидеть, за период таких своеобразных каникул команда сыграться успела и уровень игры повысила. Теперь команда начнет подготовку к двум выездным матчам. 2 августа играют в Нововоронеже на Кубке России с «Атомом», а 6-го числа с «Тульским Арсеналом». Полина Булатова, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей.